так дальше еще вопрос а яс почему очень много тренингов проходит очень много обучений но так да я не знаю зачем уже люди туда не ходят может быть ради шоу или там фана или тусовки но почему так мало результатов но по-настоящему выдающихся глобальную глубинную причину видишь в этом я вижу несколько причин смотря о чем говорить вот есть всякие там двухмесячные тренинги например да даже мы то что сейчас начали устроить два месяца курс длится мы понимаем то что ну мы там ставим людей такой формат когда они обязаны делать и я сто процентов знаю что они там сделают результат но я знаю что они сделают его в рамках двух месяцев они получат там мега профит в своем бизнесе но как только все закончится они вернутся обратно да вот есть такая теория социальной матрицы того что вот давай максим ты вопрос подбит а вот как раз я очень часто говорю там о важности окружения уверен сам понимаешь важность окружения вот вы там общаясь там с тем же выходцем например это я уверен там твои границы мира как-то это да вот серёга даже говорил когда сергей вышел что говорит нет как те фразы что горит ты не должен быть внутри системы гораздо больше ты получишь ты наблюдаешь сбоку вот это вопрос окружения и я понимаю почему люди растут на этих тренингах вот в рамках там именно пока длится обучение потому что не попадает новое окружение тут мы в качестве наставников куча знаний и так далее так далее так далее но как только это заканчивается человек возвращается к своим друзьям а там ему там человеку как по расписанию в пятницу вечером звонит коллега саша и говорит пойдем в бар и все спускается вниз но здесь социальная матрица точки общения то есть люди с которой общается человек и на время там какого-то тренинга образования и так далее мы вытягиваем человека наверх прямо наверх как только нас мы исчезаем да как бы он перестает там комфортно он его затягивает обратно люди там будь то не знаю даже родственники что делали а что делать ну мы вот нашли я просто не хочу это будет как пиар сейчас у нас вообще будет список вопрос сейчас идет фристайл как бы такой вот глобальность что делать ладно я тогда буду рекланировать мы ввели для людей тесты профориентации вообще фундаментально очень подошли по ходу того же бизнес образования потому что мы хотим сделать вырастить людей которые будут с нами работать так в качестве партнеров франчайзе или сотрудников нашей компании вот это первое то есть они по окончанию курса мы с огромной частью из них начнем работать вместе предложим кому-то работы с кем-то будем партнерами франчайзе это первая сторона вторая мы ввели там тесты профориентации для людей каждую неделю они там заполняют тесты и видят как они прокачивают свои навыки и что важно после окончания курса они продолжают делать тесты обязательно то есть мы там не берем из этого нет денег ничего ничего и они на протяжении там года двух-трех лет продолжает прокачивать основные свои личностные компетенции да и вот твой бизнес это же продолжение тебя ну и у меня тоже самое то есть если в чем-то там не профи то и в бизнесе косяк будет в этой сфере вот то есть мы взялись за основные наверное личностные качества еще очень так плотно в рамках обучения то есть человек не возвращается в привычную социальную матрицу и даже если он возвращается он все равно по-прежнему касается нашей компании и мы как бы его условно держим еще вот как-то так плюс мы специально сделали возможным не там просмотр обучение где-то в одиночку где-то там далеко нет но всех людей разделили на группы они на протяжении недели встречаются вот сегодня у них 7 часов встречи будет внутри групп то есть это плюс появление как минимум трех людей в твой круг общения которые занимаются бизнес развиваются и так далее это вообще чертовски важно мы бы там не выросли не было бы у нас такой компания если бы я там из куиды в свое время не переехал в Ижавск не познакомился с крутыми людьми из Ижавска не переехал в Москву там не познакомился бы с тобой наверное тоже вот еще я помню вот тогда мы когда у тебя было мероприятие конечно по организации фантастическое просто фантастическое там с заднего ряда говорят даже сцены не видно было там уже проекторы были и ты говорил мне понравилась тема что все вы знаете про цели но давайте сейчас помолчим одну минуту что-то в районе и и запишите себе по-настоящему железное намерение чего вы достигнете до конца года там или за год и вот ты даже книжку помнишь как ты приводил высшая цель когда у нас тогда звук не записался это кстати второй интервью как автор зовут ой не вспомнил уже высшая цель высшая цель в гугле найдите офигенная книга и как раз вот прошлый раз у нас разговор ушел туда что еще помимо всех как делать очень мало людей по-настоящему формирует для себя настоящую на истинную цель твердую не просто там цель себе а конкретно вообще этого хотеть так дальше еще парочка вопросов от меня в лицу перейдем пошел автора высшая цель майкл рэй майкл рэй да представь я тебе сколько лет 23 тогда вот этот вопрос для тебя будет некорректный вопрос звучал так если ты встретил себя в 21 год на улице какие бы ты за то чтобы все за 2 минуты сказал чтобы изменить свою жизнь но поскольку тебе 23 это уникальный случай когда вопрос не очень корректен чтобы ты себе сказал если встретился в 12 лет вот там ты бежишь по набережной и ты сейчас встречаешь этого человека чтобы как-то возможно откорректировать да как-то улучшить по ускорить я не знаю вот что чтобы ты повлиял знаешь я воспользуюсь цитаты и воспользуюсь подсказкой женщина одна сказала что если бы не произошла такая же ситуация она бы сказал там даже не так если бы она вернулась в прошлое то она бы совершила все абсолютно все те же ошибки которые она сделала но быстрее чтобы успеть совершить другие поэтому что-то корректировать я бы не стал каждый опыт ценен а там наши косяки проблемные места кризисы которые мы переживали как компания как я там не давали мне кажется гораздо больше опыта чем успехи поэтому я бы наверное просто сказал бы еще сильнее ускориться может быть вот чтобы успеть совершить другие ошибки ну грубо говоря то есть чувак делай больше попыток там уже ну да да больше действенных еще бы я отправил его все-таки на наш бизнес-обучение трудному ссылке разместим не вопрос так я откуда начнем за сергей где там вопросы нормальный самый нормальный ты пока загрузи в контакте давай телефон я посмотрю мне очень не работает я начну вот бумажки давай пускай вопросов много мы очень быстро как практически блиц а яс как добиться гармонии между работой семьей бизнесом и отдыхом максим калинин руководитель подашку бы хант я не знаю не добился я впахиваю у меня там все у меня все вся голова заняты только работой жестко западает очень сильно то есть я я не буду советовать того чего не знаю но кстати честный ответ и подход меняется ли образ жизни повадки интереса в тот момент когда начинаешь много зарабатывать очень кардинально на все смотришь по-другому и популярная фраза деньги становятся инструментом просто инструмент я бы даже от себя добавил очень не говорю не помню что деньги это тупо дыхание вот тоже не живешь этого чтобы дышать как сказать и но но если дышать не будешь тоже очень странно достигать каких-то целей вот но и деньги это просто до уровень твоей неадекватности поэтому деньги которых у нас нет это просто уровень нашей неадекватности снижая его вы как бы становитесь более легко добиваться успеха работая в плотном контакте с успешными людьми а что делать людям которые хотят расти но не могут так как не верят себя не видят подходя еще примера блин найти пример значит такая техника у меня человек спрашивает а как узнать что-то вот это было красное мероприятие у нас вот техника узнай как узнать то есть не знаешь как узнать узнай как узнать ну такой вопрос же блин если есть действительно желание то не было бы этого вопроса здесь блин если ты парень не знаю из их шима из того где я родился ты там молод молод и амбициознее не знаю мне лично помогли вот тут книги которые я прочитал 21 я жалко и не жалко вот что я их не прочитал 18 у меня просто они были на архиве банка представь на сервере а до этого я их просто не знал об их существовании потом я бы по переподписался на все нормальные youtube канала там коязу там тогда на все все что делает даже ребята все всеми наши известные бм там уже 90 процентов этого контента есть бесплатно и уровень пихи контента столько много что единственный смысл как раз ходить на тренинги то чтобы попасть в эту атмосферу но даже самого контента тебе будет достаточно чтобы понимать что ты там отдельно что делать людям в провинции ну все короче а вот другой вопрос хотят развиваться но их родные города не могут воплотить их амбиции уезжать в москву или все-таки остаться дома вот это больше вот и не на уезжать или нет а колбак хантер мог бы развиваться если бы офис находился где-нибудь в ижевске как ты думаешь сам я думаю развиваться бы он мог но все-таки концентрация нейронов на единицу метра согласен согласен возрастает чисто чуть больше вероятности тем что чем ближе к бы к центру агломерации побольше шансов не а теперь если бы ты был силиконами долины в калифорнии с колбак хантером вы образовались встречи в москве я думаю да потому что уровень партнерством тоже возникает ну вот 14 апреля к россии часто ли вы сталкивались таким выражением на собственном примере не воспринимаем доброту за слабость воспринимая доброту за слабость вот это вообще на самом деле очень важная тема потому что есть руководители которые достаточно высокомерно относятся там ко всем приходят и так далее вот и даже среди моих партнеров есть такие ребята ну как бы это их путь не знаю в моей картине мира наверное нет никакого высокомерия но кто-то воспринимает это как я думаю слабость когда ты можешь зайти в офис там поздороваться за руку с каждым сотрудником и кто-то считает что очень правильно быть выше чем все остальные должна оставаться сакральность и так далее но это не моя история немножко то есть как бы здесь палка в двух концах и да и и нет но наверное нужно быть самим собой потому что все время держать на лице маску и злого там человека который на всех с высока смотрит я бы там умер вообще далай-лама говорил счастье когда то что внутри тебя то что думаешь что что говоришь совпадает если ты пытаешься имитировать мне кажется здесь шизофрения и она начинает возникать повлияло ли на вас как на молодой бизнес действующая политическая обстановка система если да то каким образом очень смешная история была вчера ну как смешная у меня была встреча и тут раздается звонок и мне говорят здравствуйте мы звоним из приемной министра экономики вы можете сейчас поговорить с министром да я встал из-за стола потому что встреча была в кафе шумно было я встал из-за стола я стукнулся головой лампу пошел на улицу а я еще этот мы как бы я думал все произойдет дольше я еще выпил кофе быстро много и слышу уже голос министр раздается он говорит алло алло а у меня кофе во рту вот такая стресс-тест но начали у нас обращать внимание вот сейчас предложили возглавить одну общественную деятельность сфере экономики так чтобы коснулась как-то критично пока нет но возможно скоро коснется вот звонки пошли звонят там несколько раз до этого были звонки звонили там депутаты тоже приглашали к себе но пока не ходил у меня вообще такое отношение государства вот теньковские слова мне нравится что не надо никого инкубировать в инкубаторах нормальная трава через асфальт прорастет если в теплице что вырастил там очень сложно потом масштабировать согласен не трудно ли командовать ну слово командовать кавычки заменить и не нашел чем по возрасту людьми гораздо старшими чем вы сначала тяжело было сейчас как-то уже все нормально тут вопрос я думаю я вообще не думаю о своем возрасте сейчас тут вопрос компетенции у кого и больше да тот и задает тон наверное так не сложно у вас есть девушка или московская прописка нет прописки нет откуда не московская прописка вы часто работаете как вы отдыхаете ответ работа мой отдых не принимается артоваст менеджер колбак хэнтер путешествую всякие экстремальные штуки видел вы ездили стрелять туда недавно вот зовите меня тоже но такие вот вещи схожи с реслана да